древо жизни сегодня можно ли утверждать что древо жизни сегодня это уникальное планетарное знание о мироустройстве роли человека в этом и а его важная роль и новой какой-то функции оно изначально было планетарно но существовало на всех материках во все времена как только человечество себя осознавал и помню и не случайно на древних храмах писали человек познай себя и ты познаешь мир то есть познать себя было на цену познанию мира вот древо жизни это аллегория той божественной космической днк которую создатель дал для развития человеку это внутренняя генетическая книга она состоит из генов гены это страницы этой книги и человек в своей судьбе проект или ставят эту книгу страница за страницей и познает этот мир это очень долгий путь и очень непростой но это путь познания и возрастания из того состояния незнания которые в общем-то определялась всегда в эти теоретические знания как тьма то есть тьма незнание так и говори свет знаний то есть мы идем к пониманию мира а этот свет это светоносный космос и он находится за пределами звездных систем любых звезда это портал с одной стороны сверх световые состояния скорости с другой стороны до световые состояния скорость вот мы живем в досветовых у нас есть тень а если мы перейдем туда у нас тени там и солнце нет потому что она уже как бы в другом направлении работает если сюда но излучает свет то там она выбирает тот свет знаний которые есть в каждом кто уже вышел свет световое состояние но прежде всего в самом создании сам создатель источник света там нет солнца свет светло а солнце нет потому что создатель это и есть свет мира если предположить что человек получивший знания древа жизни осознавший применяющие инструменты какова его духовная структура что изменится в мире вот есть хороший пример иисус он пришел мир принес учение отца учение развивалась это ему церковь под свои нужды как говорится приспособлен кормление все прочее прихода на кормлении иисус не принос что надо церковь создавать он принес учение отца и вот она две тысячи лет развивалась разве она не изменила мир она же изменила мир все слова иисуса стали построиться люди их цитируют постоянно даже атеистически настроенные люди оперируют в общем-то словами иисуса это ничего что они атеисты у меня тоже был пример когда я встретился с отцом и и когда он мне сказал о том что ты же сын мой я же начал заражать кто кто я кто ты рукашка маленькая стране с тобой я же вообще атеистом до пятидесяти лет я начал говорить отец я же даже в тебя не верил я прямо честно говорил я был действительно реально атеистом это только последние 23 года я только об отце и говорю до пятидесяти лет я четко был атеистом и меня что-то ведь не важно то что ты не верил в бог а важно то что верил он в тебя то есть даже атеизм не является какой-то разъявительной гранью между богом и человеком то есть это просто время ну такой возраст младенчество преодолеет когда-то рано или поздно человек преодолеет и поверил и в себя и в бога они не разрывы он же не случайно выстроил родственные отношения он сказал вы мои дети я ваш отец небесный а что потом там церковники ну вот наступило время обновления то есть время наступило такое создатель дает человеку знания и дает ему инструмент он дает так напрямую почему вот это уже даже ученые своих книг отмечают что эти тексты возникают как бы из космоса нету предсуществования какого-то у этих текстов то есть вот они возникают как совершенно новые знания на которые сразу все встанет на свои места весь опыт человечества и научный опыт и религиозный опыт сразу все встает на свои места под влиянием этих текстов человек может гармонизировать пространство своей жизни пространство общества восстановить болезнь свой организм да какие еще инструменты потенциал какой-то человеку передается создателем для расширения сознания для дальнейшего пути но ведь не случайно было сказано образ и подобия вот мы в образе теперь надо достичь подобия а если вы достигнете подобия создателя что вы можете делать может делать все то же что делает создатель потому что в этот момент своего развития вы уже ничего негативного отрицательного не сделаете уже ваше развитие это не позволит потому что вы достигаете соответствия отцу и он в этот момент вам говорит ты и я мы с тобой одного роста потому что когда первый раз увидел один такой велика а я была такая в общем-то букашка у его ног но потом вот дошли до того что ты ясно знание ясно слышание ясно чувствование вот эта возможность человеку была дана изначально или это вот для чего что человек может первый проект гиперборея тоже было ведическая цивилизация то есть люди венны то что там потом бормотали жрецы и волхвы и что-то прочее это ну это как бы вам сказать реминистенция через тысячи лет но что они там могли в общем то говорить чего-то они ухватывали через свое опять же подсознательное видение далеко не у всех у них были было видение сверхсознательно ну через подсознание какие-то там моменты выхватывали видение начинали потом своими фантазиями это все усиливать это это еще не та цивилизация не видишь там проект совсем был другой я сейчас об этом написал книгу она называется проект гиперборея метафизическая реальность я уже ее сдал в производство буквально может месяц через два появится это духовное исследование это не та история которую в общем-то тут пока по поводу которой ломают копья это духовная история то есть как был задуман проект как он должен был развиваться сбои которые возникли там тоже об этом говорится потом как работает вообще эта программа когда земля имеет как бы два полюса реальности один лунный полюс другой солнечный а где находится сама земля и сама реальность между этими двумя полюсами и с одного полюса до экватора идут одни программы через двуму а другой полюс солнечный это северный полюс откуда собственно и пошла арийская цивилизация арии это это тоже аборигенные народа земли но которых учили напрямую белые боги потому что боги здесь это духовная сущность которая вышла на воплощение ради передачи знаний вот они были здесь реально уже как на земле уже в телах это непростой процесс добиться такого сущения тонких тел до такой состоянии до состояния проявленности они это на это пошли ради людей кстати и передавали им с нами арии это их дети уже но духовные дети тут надо понимать правильно то еще подумать что их наржали так нет это те аборигены которые пришли не учиться получать знания как строить как заработать с металами что можно делать это это же все были очень древние знания собственно мы можем и у плений старшего в античных философов диодор сицилийский там платона есть упоминание о том что учителя по сути дела греков древних пришли севера дельфийский храм они построили гиперборийцы они прямо указывают даже имена называют там есть святой агиеем там оли то есть они пришли научили их этому как работают с металлами и они кстати указывают совершенно четко что есть природные люди земли они об этом говорят если люди которые пришли из космоса и небесные и что они пришли север это сейчас американцы продвигают идею что из африки все пошло извините это древние философы в том числе египетские жрецы они они же например полотону говорили вы не знаете свою историю вы не знаете что великие люди север передали вам те знания которые вы сейчас гордитесь великие люди севера это египетские жрецы говорили плутон потому что был 3 вас в общем-то атлантида на самом деле была северная атлантида южная атлантида и серая атлантида вот они все оперируют понятием серая атлантида которая геокулесовыми горами была гиперборея это белая и темные атлантиды это южный полос сегодня география древа достаточно широка вы очень много ездите преподаете вот скажите кто сегодняшний ваш слушатель вот возрастной контингент социальный статус какой-то как древо жизни идет сегодня вот за границей россии но в основном это зрелый молодом возрасте детскому но маловато но зрелые люди причем с высшим образованием и с учеными степенями очень много сейчас пошло академики сидят и очень довольны да вот вам сейчас тоже обратился через телепослание один из академиков по поводу предстоящих занятий которые я проводил здесь у вас в ростове а сколько у вас уже приезжало сюда академиков много лет назад и ваш телевидение это показывал мы вместе с академиком горяевым петром петровичем здесь очень много проводили телеэфиров причем большие так 38 канал был у вас там много давал мы же там на телевидении даже были группы которые собирались очень большие группы мы все время с ними работали то есть история вот именно вашего ростова в этом плане очень интересные для нас потому что ростов на уровне вашего телевидения очень мощно поддержал тогда вот все это учение древо жизни дал много это действительно много телеэфиров больших телеэфиров там минут по 40 они были то здесь у вас есть определенные предыстории вот сейчас ваша аудитория очень подготовленная у вас у вас на самом деле много настоящих истинных ясновидящих не тех которых вы в виде колдунов там ведьм или вообще непонятно кого показываете там особенно московской телевидении в этом отличается вот это это просто кошмар как это действительно это это больные люди потому что нет ничего выше знания звания человека и если люди сознательно отказываются от этого своего имени называются ведьмами колдунами экстрасенсами непонятно кем то они деградируют по сути дела они делают шаг в сторону деградации аркадина на одной встрече говорили о том что на многих встречах говорили о том что большой интерес во франции вызвал у сообщества врачей ну собственно мою поездку по сути дела организовала медицинской ассоциации врачей франции оплатила там же очень большие были затраты я же там целый месяц ездил почти каждый день выступая в различных городах в различных кинозалах это надо целые была кинозала с ней мне который даже не хватало кинозал там два зала где содействовали параллельно это все было оплачено то есть можно говорить о том что это выход уже на государственный уровень в этих странах я не знаю как она считается корпорации но она государственная по моему корпорации она самая богатая то есть древо жизни идет уже в лечебные медицинские учебные и лечебные учреждения там более половины аудитории это были врачи и ученые но и у нас и у нас двиг большой у нас приходит много академиков на занятия профессоров но еще не столько как-то там нам насчет такой аудитории далеко но потому что там не было препятствий к распространению знаний а у нас здесь ну извините ведь началось все с того с той клеветы которые опять же я извиняюсь но московские центральное телевидение навалило потом по этому поводу академик неумывательно даже книгу написал есть такая духовная вселенная где вот об этой всей истории с пимановым всем этим накатом который как бы существует прошел телевидение он написал вот говорит была такая история даже даже я горит когда был на стокгольмской конференции вместе ну я там делал доклад он со доклад делал и в это время вышла передача пиманова а там как только а также были перед этим случаи исцеления людей от самых тяжелых заболеваний их там перепроверили причем японскую клинику так куда привлекли она перепроверила ну в общем-то смертельные случаи там том числе рак мозга там и все прочее причем организаторы которые сами являются очень значимыми фигурой медицины швейцарии у их сына было рак опухоль и мы его спасли и он причем не стал ни овощем ничего никаких симптомов каких-то которые поколебали боевой интеллект и все прочее то есть после этого они собрали эту конференцию и вот в разгар этой конференции выходят передачи пиманова где нас называют мошенниками негодяями и так далее и тому подобное а уже все это знают что это как бы есть факты их никуда не денешь реакция была очень интересная конференции там люди сразу начали шишукаться шишукаться потом к нам подходит один из организаторов и говорит вот мы здесь все так посоветовали решили скинуться вам деньгами но они очень врачи там богатые люди могли решили собрать вам деньги купить вам офис здесь зачем вам возвращаться в эту россию в которой к нам так относятся это их реакция на передачу пиманова то есть что он сделал он опрокинул вообще-то представление россии как о цивилизованной стране и вот мы вам дадим эти деньги офисы вам можно будет несколько лет здесь безбедно жить а потом мы еще в общем то с вами будем сотрудничать не волнуйтесь никого здесь не бросит в беде не возвращать вот нас уговаривали снимать на станции он об этом рассказал об этом случае которому непосредственно сидеть и потом сделать заключение вот эти все журналисты которые все это организовывают ну там маленькая кучка какой-то потом когда факты тысячи фактов доказали что это все ложь как крысы попрятали свои норы и делают вид что ничего не говорили то есть мы вас не трогаем и и вы нас не трогаете а тысячи людей которые могли бы в это время воспользоваться этими знаниями технологии могли бы уже спасти свою жизнь а их теперь в могилах надо раскапывать что ли и это все сделали эти люди которые весьма благополучны получают гранды государственной у них кинкомпании работают они фильмы ставят и их как бы совесть не мучает за все но сегодня победой теперь это да когда уже российская академия наук опубликовала свои материалы вот неделю назад о том что это признан достоверным статистически значимым и нуждается в преподавание высших медицинских учреждениях ну конечно после этого уже как бы ничего и не может быть потому что обязательно должно быть он так в практике или церкви должна была признать или или наука или или предпочтитель наука всегда аркадий нович вот вы в трилогии рассказывали о том что вы в начале пути очень много лечили людей получая опыт проходя его если в древе жизни понятия кармическое прошлое которое в этом воплощении выливается в определенную болезнь человека любое следствие имеет свою причину я думаю с этим согласиться любой ученый хоть атеистического направления хоть какого то есть что значит кармическое это те причины которые привели вот к этому следствия если так просто говорить конечно не есть их надо убирать потому что они находятся в информационном пространстве человек то есть там есть некие как бы сказать информационные полосты где находятся вот и и в том числе какое-то 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 негативное событие которое повлекло в собой за собой в развитии то что с человеком потом случается он всегда переживает последствия своих предыдущих решений поэтому когда мы на начальном этапе бросались исправлять за этого человека то что случилось это было неправильно и нас по правильному сказали это это называется медвежьи услуга если вы за него это что-то сделали то ему дадут еще более тяжелое заболевание чтобы он все равно прошел этот опыт выхода из заболевания вот так сказали медвежьи услуга потом я сам стал болеть от этого но мне же без конца звонили днем и ночью спасите помогите а я как скорая помощь начинал работать а это же энергозатратно и отдавал свою энергию я как мог еще по-другому в то время это я сейчас уже более не знаю как взять внешнюю энергию взять внутреннюю энергию то есть опять же внешнее солнце и внутреннее солнце потому что у нас тоже солнце ну та самая начальная плазма от создателя это тоже энергия причем нескончаемая она же бесконечна по сути своей и тогда-то я ничего этого не знал я буквально спасал людей и тут же болел сам бесконечно болею за других людей потом мне напрямую сказали что ты таскаешь чужие кресты они тебя задают то есть человек может при помощи знаний древа жизни от нормировать все свои прошлое все свое прошлое и таким образом излечившись болезней на физического тела в этом воплощении но излечение болезни это показывает нормирование человека то есть достичь уровня нормы и физического тела и своего состояния духовного сознания сознание это экран по сути дела души в этом мире это кинематика определенная мы сейчас в этой песочке под названием земля как дети учимся когда научимся вот нам уже разрешат не в песочнице играть и не кулички лепить из этого песочек у нас же будут другие более серьезные задания для них надо много уметь много знать вот нас этому и учат нас пошли прямые тексты создать для отхаления ведь церковь то почему затаелась они это сначала накинулись на нас тоже там какие-то доктора богословия чего-то на сайтах писали непонятно и вдруг все резко замолчал вообще везде замолчал потому что они же у них там тоже есть специалисты которые видят что этот текст не из пальца выставлен да и не могли быть они выставлены из пальца вот уже я не знаю ну вот здесь на стене висит плакат там десятки иностранных изданий этих книг а сейчас еще десятки появились новые их почти по всему миру издают от австралии до америки везде издают эти книги просто так же не будут издавать значит у них есть то что притягивает людей к себе что рождается просто нет внимание к ним они же не просто так появились потому что это прямые тексты создать их нельзя высосать из пальца многие пытались говорить от имени высшего разума но начинаешь читать эти тексты начинаешь спотыкаться видя как они в общем-то это несовершенно сделано а создатель это же совершенство идеал он не может несовершенно выражаться и сразу понимаешь что это было человеческой фантазии а здесь такого не возникает нигде не возникает аркадий нович что сегодня происходит с планетой какова роль нас вот людей какие надежды создатель на нас возлагает она меняется сегодня в какую сторону меняется она меняется в лучшую сторону безусловно создатель прямо сказал земля будет красиво и люди на ней будут жить счастливо будут но до этого будут определенные события да они идут потому что был армагеддон он про переходит мы же видим это и в азии проявление в украине это все последствия армагеддона там же как только поставили вот это памятник люциферу в центре они его назвали михаилом но извините михаил был белый и он всегда белый архангел а у нас темный архангел только один люцифер все остальные белые они его поставили в центре города и сразу понеслась вся эта свистопляска вокруг это включилась определенная программа на ближнем востоке это все как бы уже земная волна потому что сначала все происходит на тонком плане там все это закончилось благополучно это был третий армагеддон но первые там но первые два были проиграны понимаете поэтому несколько тысячелетий земля была под темным правлением из-за этого что армагеддоны были проиграны и вот третий самый главный армагеддон он же и последний там никаких четвертых пятых уже не будет вот третье армагеддон саморешающий был воигран кстати из-за них они сами поспешили они ну у них тоже есть как бы ясновидение через подсознание они же как бы ожидали они говорили что детей надо как бы в самом зародыши повышить пока они тут еще силы не набрали то есть они знали что они здесь искали пытались такси нападать не получилось не получилось потому что был опыт уже и темных вселенных вот в этот раз мы вышли на армагеддон зная все их технологии и потом они нас в этом обменяли вы говорят нечестно с нами сражаетесь вы используете наши технологии технологии такие есть вы ими пользуются почему вам нельзя кто это запрет то есть на нас есть еще и задача такая макро по макроспасению земли коллективная работа людей когда в древности говорили что земля это центр мира с определенной точки зрения это абсолютно правильно геофизически это может быть неправильно потому что солнце но с определенной с духовной точки зрения это правильно потому что именно здесь был запущен вот этот проект образ и подобие в результате что образовалось мы подошли к чему мы создали новую зиготную клетку новой реальности мира она теперь будет размножена везде то есть то что мы здесь достигли это касается не только нас это не локальное явление это касается всей вселенной вся вселенная будет меняться хотим мы этого или нет я хочу будет меняться хотим мы этого или не хотим или потребуется если бы не хотели мы бы и не изменилось это все идет через сознание людей значит большинство людей земли не хочет хаос она хочет гармонии хочет свет не хочет жить по тьме но опять же тьма это тьма незнания надо понимать то есть они не хотят жить в тебе не знаю они тянутся к свету знаний вы сказали о том что создатель сегодня готов напрямую общаться с каждым человеком ему не нужны посредники но не все услышат создатель кто не услышит ну создачного очень тихий голос специально хочешь слышать напрягайся чтобы услышать понимаете а так вот я тебе сейчас в уху-то протрублю нет ты потом потрудись услышать бога потрудись помните в библии говорит я вот я стою и стучусь к вам стучусь кто откроет себе чаять бы может быть какие-то в человеке должны быть развитые качества как вера сияние сердце изначально все есть ну нам же воля оставлю мы свое сердце не раскрываем у нас если образом говорить сердца окаменелые вот он в них и стучит окаменелые сердца мы не слышим а их надо открыть навстречу миру а он другой вот тогда мы выйдем в другое пространство в сверх сверх световых состояний и там все другое там семья света живет там наши родственники есть много родственников наших близких которые за нас переживают они не могут вмешиваться иначе мы как бы сказать не пройдем свою школу жизнь они хотят чтобы у нас были эти знания то есть каждый должен пройти свой путь сам приобрести свой опыт конечно не нужно за него делать его работу за него не надо помогать можно они тоже нам из-под тишка помогают подстраховывают ну вот вот слово точно из-под тишка мы даже не знаем об этом они не говорят об этом и не объявляют ой какой-то хороший я тебе помогал нет они даже не говорят они помогают и не говорят они все время сегодня столько в интернете много разных фрагментов встреч занятий скажите можно сегодня древо жизни познать вот самостоятельно или все-таки базовые курсы последующие занятия дают что-то особенное человеку ну сначала о том что их много вот у горького есть прекрасная легенда отдалки который вот вынул горящие сердце и осветил путь пошел все люди как кто-то за ним пошел кто-то под хоростом лежит и говорит ну чего ты тут своим сердцем рассиялся спать не даешь кто-то рыскает справа налево справа налево но если уже пошли прямые тексты создателя что еще нужно куда еще надо бегать и рыскать у кого еще учиться если есть прямая возможность слышать этих текст видеть эти тексты потому что их можно еще и видеть и двигаться по ним как ну вот как по рыберным точкам которые определяют что не ходи направо не ходи налево туда пойдешь снег упадет башка пропадет все сказано куда идти то есть занятия дают ту структуру необходимую для усвоения этих знаний но душа то она же не ошибается она жена и всегда знает это правильно правда ли это слова создателя или нет посмотрите сколько ясновидящих собираются они почему сюда почему они сюда идут причем независимо от того через какую структуру они ясновидят через подсознание или через сверхсознание здесь не делится потому что все дети бога хоть развитые хоть сверхразвитые хоть не на развитые но все равно все дети бога и всем даются возможности но через это можно видеть это подлинные тексты или нафантазированные каким-то таким ну допустим талантливым каким-то писать никакого таланта не хватит написать такие текст которые знали всего мира создание мира но вы же слышите какие какие мнения выдают ученые которых весь мир знает ну николай николаевич дроздов академия профессор мгу который действительно все наше детство на его передачах в мире животных как он сказал четко и ясно прочитал книги петрова восхищение и восторг ну что тут еще говорить да но я то это не потому говорю чтоб себя похвали а потому что это не просто читатель это компетентный читатель это биолог зоолог это компетентный читатель если он такие оценки дает то есть его сердце поднимает эти тексты а мы будем бегать там он еще какой-то учитель появился он еще как вот тут броников недавно выступал обалдеешь тоже я говорит великий обманщик я такой обманщик то сам себя могу обмануть я передаю упрямые слова все люди восхищение на него смотрят человек два слова без заикания связать не может а все нашли себе гуру он же сейчас нашел для чего что везде заявляет вот петров это я ему всему научил господи да покажи хоть одну свою книжку где что-то подобное есть что все увидели да 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 это у тебя взяли как создатель оценивает ход реализации я опять же я очень часто просто его слова передаю я это не это он сказал причем не только мне потому что я тут не один работаю сказал то что я вам поручил у вас получилось то есть то что поручил у вас получилось вот его церковь а он оценки отдает ну в библии так был день первый был он хорош был день второй ничего не сказано хорош не хорош оценки нет 3 там 4 везде стоят или есть оценки или нет а здесь уже получилось уже сказал пожелаем нам нам всем много света на этом пути благодарю вас и я вас спасибо за внимание Субтитры подогнал «Симон»!